Всем привет! С вами Лима Мьюзик. Сегодня мы научимся играть песню «Кожаные штаны». Даже если вы никогда не играли на пианино, вы все равно сможете сыграть эту мелодию по моему подробному видео уроку. Вначале я сыграю всю песню полностью, а затем я разберу ее медленно и подробно по кусочкам. Субтитры создавал DimaTorzok Начинать мы будем с ноты Фа диез первой октавы. Это первая черная клавиша из трех. Играем Фа диез три раза. Раз, два, три. Переходим на ноту Ми после двух черных клавиш. Рядом Ре, до диез. И еще раз повторяем эти две ноты. Ре, до диез. Показываю, какими пальцами мы играем первый кусочек. Первый палец на ноте Фа диез. Четвертый палец на Ми. Третий на Ре. Второй на до диез. Опять третий на Ре. Второй на до диез. Все ноты мы играем одинаково по ритму. Вот что у нас получилось в правой руке. Рассматриваем к первому кусочку левую руку. Находим ноту Фа диез малой октавы. Это первая черная клавиша из трех. Вот здесь мы играли правую руку Фа диез, а здесь будем играть левую. Добавляем еще две ноты. Ля и До диез. У нас получилось три ноты. И теперь мы берем аккорд вместе. Это аккорд от Фа диез. Чтобы построить второй аккорд, мы должны убрать ноту Фа диез, оставить две ноты Ля, До диез. И добавить к ним одну ноту Ми. И у нас уже получился второй аккорд от ноты Ля, от нижней ноты. Берем его вместе. То есть в левой у нас два аккорда. Первый аккорд от Фа диез, второй аккорд от ноты Ля. Соединяем правую и левую в первом кусочке. Отдельно берем аккорд от Фа диез. Теперь играет только правая до последней ноты. Последняя нота До диез. Мы ее взяли с аккордом Ля в левой вместе. Вот что у нас получилось в первом кусочке. Рассмотрим медленно второй кусочек в правой руке. Находим ноту Ля. Она у нас будет после двух черных клавиш из трех. Раз, два. Нашли ноту Ля. Играем ее пять раз. Раз, два, три, четыре, пять. Рядом Си. И Соль диез. Вторая черная клавиша из трех. Играть эту мелодию можно такими пальцами. Второй палец на Ля. Третий на Си. И второй на Соль диез. Все ноты играются одинаково по ритму, без остановок. Правую выучили. Рассматриваем ко второму кусочку левую руку. Нам нужно выучить всего один аккорд. Находим две черные клавиши. После них будет нота Ми. Ми малой октавы. Добавляем к ней Соль диез. И ноту Си. Берем этот аккорд вместе. Это аккорд от ноты Ми. И сейчас соединяем правую и левую. Мы должны сыграть правую отдельно до последней ноты. На последнюю ноту мы берем вот этот аккорд. Последняя нота Соль диез в правый и аккорд в левый. Вот что у нас получилось во втором кусочке. Сейчас я советую вам объединить первый и второй кусочек, чтобы услышать цельную мелодию. В последующем каждый новый кусочек соединяйте с предыдущими. Так вам будет проще выучить всю песню. Вот что у нас получилось в первом и во втором кусочке. Рассматриваем медленно. Третий кусочек в правой руке. Он у нас практически повторяет наш первый кусочек. Помните, в первом кусочке мы играли три раза Фа диез в начале. Сейчас вот эти три ноты мы заменяем двумя нотами Ля. Нашли три черные клавиши. Раз, два. После второй нашли ноту Ля. Играем эту ноту два раза. А дальше полностью все повторяется из первого кусочка. Мы играли Ми, Ре, До диез, Ре, До диез. То есть то, что мы играли наверху, полностью повторилось. Мы заменили только три ноты Фа диез двумя нотами Ля. Показываю для сравнения. Первый кусочек. А сейчас третий кусочек. Поменялась только нота Ля. Вы увидели разницу. Мы Фа диез поменяли на Ля. Верхушку мы не трогали. И при этом показываю, какими пальцами мы будем играть. Первым пальцем ноту Ля. А дальше такими же пальцами, как мы играли в первом кусочке. Четвертый, третий, второй, третий, второй. Рассматриваем к третьему кусочку левую руку. Нам нужно выучить всего один аккорд. Находим три черные клавиши. После них будет нота Си. Добавляем к ней Ре. Фа диез. Берем аккорд вместе. И сейчас мы будем соединять правую в третьем кусочке с этим аккордом. Мы аккорд будем брать на последнюю ноту. До этого правая играет отдельно. То есть до диез в правой и аккорд Си в левой. Вот что у нас получилось в третьем кусочке. Рассматриваем медленно четвертый кусочек в правой руке. Находим ноту Ля после двух черных клавиш из трех. И играем ее пять раз. Раз, два, три, четыре, пять. Рядом нота Си. Играем ее два раза. Раз, два. Играть можно мелодию вторым и третьим пальцем. Вторым мы играем ноту Ля. Третьим пальцем ноту Си. Правую выучили. Рассматриваем к четвертому кусочку левую руку. У нас будет самый первый аккорд, который мы учили в первом кусочке. Помните? Фа диез. Ля. До диез. Аккорд из первого кусочка. Этот аккорд мы будем брать на последнюю ноту правой руки. Играет вначале правая в четвертом кусочке отдельно. На вторую ноту Си, это последняя нота кусочка, мы взяли наш аккорд Фа диез. Вот что у нас получилось в четвертом кусочке. Сейчас обязательно объедините первый, второй, третий, четвертый кусочек вместе, чтобы услышать первую часть мелодии. Сейчас нам нужно будет снова повторить первый, второй и третий кусочек, только с небольшими изменениями. Показываю изменения для первого кусочка. Мы его играли вот здесь. Сейчас мы поменяем его по такому принципу. Вместо трех Фа диез берем две ноты Ля. Так же, как мы делали в третьем кусочке. Получается мелодия из третьего кусочка. То есть вы сейчас как будто повторяете третий кусочек в правой руке. А теперь поднимаете его на октаву выше. Ту же самую мелодию играете от Ля второй октавы. То есть в правой руке мы как будто сыграли третий кусочек. При этом в левой руке у нас будет аккорд из первого кусочка. Это аккорд Ля. До диез. Ми. Этот аккорд у нас был в первом кусочке. И сейчас мы играем правую руку, которую я только что показала. И на последнюю ноту берем вот этот аккорд от Ля. Начинаем играть правую. До диез в конце с аккордом Ля. Вот что у нас получилось в измененном первом кусочке. Сейчас мы смотрим измененный второй кусочек. Мы его играли вот здесь. А сейчас мы его перенесем тоже на октаву выше. Играем во второй октаве. В левой руке мы брали аккорд Ми. Теперь мы его тоже переносим на октаву выше. В первую октаву такой же самый аккорд. Ми. Соль диез. Си. И соединяем его с правой так же само, как во втором кусочке, на последнюю ноту. На ноту Соль диез взяли аккорд Ми. То есть у нас второй кусочек вообще не поменялся. Мы просто подняли правую и левую на октаву выше. Сейчас показываю измененный третий кусочек. Мы правую руку опять поднимаем на октаву выше. То есть играли мы здесь. Теперь играем на октаву выше. При этом левую мы не поднимаем. У нас аккорд от Си. Си, ре, фа, без. Остается там, где мы его играли. И сейчас повторяем просто третий кусочек. Такое же соединение, как и в начале. На последнюю ноту до диез взяли аккорд Си. То есть у нас третий кусочек не поменялся по нотам. Мы просто подняли правую руку на октаву выше. Левую мы при этом не трогали. А сейчас я вам сыграю с движением, измененный первый, второй и третий кусочек. Чтобы вы услышали разницу. Теперь после измененного третьего кусочка мы должны сыграть завершающий пятый кусочек. Это новый кусочек, мы его еще не учили. Играем в третьей октаве, там где мы закончили играть в третий кусочек. Ноту Ре между двумя черными клавишами. До диез. Ми. Фа диез. То есть вы учили четыре ноты. Можно играть их такими пальцами. Третий на Ре. Второй на До диез. Снимаем руку, играем вторым на Ми. Третий на Фа диез. То есть по две ноты. Раз-два. Раз-два. И здесь у нас будет немного отличаться ритм от прошлых кусочков. До этого мы играли все ноты одинаково. А сейчас мы будем останавливаться на вторую ноту. Вот так. Раз-два. Остановились. Раз-два. Остановились. Вот что у нас получилось в правой руке. Рассматриваем к пятому кусочку левую руку. Нам нужно взять наш самый первый аккорд. Фа диез. Ля. До диез. Вы этот аккорд уже знаете. Только теперь переносим его на октаву выше. Находим Фа диез. Ля. До диез. И играем его в первой октаве. Теперь соединяем правую и левую в пятом кусочке. Нам нужно сыграть всю правую до конца. И только после этого взять аккорд в левой. Играем. И левая нажала отдельно в самом конце. Вот что получилось в пятом кусочке. Сейчас обязательно сыграйте вместе измененный третий кусочек и пятый. То есть это последние два кусочка. Показываю, как они звучат с движением. Мы выучили песню «Кожаные штаны». Если у вас получилось сыграть это произведение, обязательно напишите мне об этом в комментариях под видео. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые видео уроки. С вами была Лима Мьюзик. Спасибо, что вы смотрели это видео до конца. Я желаю вам больших-больших творческих успехов.